Всем привет, друзья! Сегодня я покажу вам, как легко сделать вино из кладов собственного винограда. Поэтому уже заранее я хочу поделиться рецептом приготовления вина в домашних условиях. Конечно, всё покажу на видео с разъяснениями всех технологических этапов. И уже к моменту сбора винограда вы будете чётко представлять весь этот процесс. И начинать с изготовлением вина уже со знанием дела. Они отделяются сразу. Когда виноград хорошо поспеет, вот эти гребни, они уже делают сухие, ягоды от них хорошо отделяются. И вот мы их всё это отбрасываем. Семечки пока у нас остаются там. Их раздавить очень сложно. В этом году первый раз я делаю вино. Вообще у меня на канале много есть рецептов. Процессы изготовления несложные. Вино изготовить каждый из вас сможет. На них дикие дрожжи белый такой налёт. Поэтому виноград нужно собирать в хорошую погоду. чтобы нескольких дней не было дождей. Вот, хорошая. Как я сказал, это будет первый наш этап получения сока. Так переливаем. Надо это делать с маленькими порциями, чтобы не пропустить яблоко. Посуда должна быть или с пищевого пластмасса, как у меня в данном случае она для пищевых продуктов. Или эмалированная посуда. Такие шикарные грозди. Понемножку я буду. И легче как бы нащупать там не раздавившись ягоду. Когда вот если какая-то ягода, что-то на ней есть, то нужно убирать. Вообще я уже заранее всё перебрал. Ягодку достаточно просто чуть раздавить и всё. Не обязательно там её разминать, превращать в кашу. Просто чуть её надавил, чтобы и уже она в процессе бурного поражения всё это отделится. Сок вот от каждой шкурочкой. Она отдаст свой сок. Ну и, как видите, цвет. Тёмный виноград он даёт красный цвет нам. Так, друзья. Эти перчатки немножко коротковаты. У них всё равно затекает. Так что я вот другие перчатки. Одену. В прошлом году я таких делал, чтобы я вот забыл. Эти перчатки высокие, прочные. В них точно не затекёт. Ну и всё. Продолжаем давить. Так, ну всё, друзья. Весь виноград мы перемяли. Теперь нужно всё перемешать, чтобы получить однородную массу. Как я уже и вам говорил, что одна гроздь висела на солнце. Она больше сахара набрала. Другая где-то там под листочком в тени. И меньше сахара будет. Поэтому мы всё передавили в одну массу. Хорошо перемешиваю я деревянной ложечкой. И всё. Теперь сейчас наберу такую баклажечку сока. И померяем с сахаристыми. Так, ну вот всё, друзья. Наш сок готов. Всё, передавили всю ягоду. Теперь я набрал вот в баклажечку соку. Перемешался, чтобы получилась однородная масса. Деревянной лопаткой. Беру вот такой сахаромер от 0 до 25. И меряем наш сок на сахар. Итак, друзья. Сахаристость нашего сока 23. Это вот такой сок, сахаристость 23. Практически не надо добавлять сахара. С одного процента сахара мы получаем 0,57 спирта. Это отличная сахаристость. Вот даже вот осталась от сока вот полоска. Ну а теперь мы всё это наше содержимое накрываем марлей в тёплое, тёмное место. Температура где-то 20-22 градуса. Итак, друзья, наш процесс изготовления вина продолжается. Вот на второй день мы у нас вот в таком состоянии. Вот такая шапка здесь образовалась. Вот это вот каждая, а внизу сок. Вот эта вот каждая корочка отдаст. Сейчас идёт вот бурное брожение. Такой резкий запах винный резкий запах появился. Вот это периодически вот эту шапку надо разбивать. Во-первых, этим мы даём кислород нашему суслу, что положительно влияет на работу дрожжей. Ну и также не будет окисляться. Вот эта шапка не закиснет. Периодически надо вот это всё перемешивать. Вот так брожение на мязге 4-5 дней получается. Больше 5 дней держать не надо, потому что там уже начнут вступать в действие вот эти семечки, что даёт горечь. Поэтому нужно будет уже отделять сусло. Всё, друзья, наше сусло готово. Прошло 4 дня. Сегодня я перемешивать не буду. А буду просто сверху так сниму. Потом всё это я отожму. А теперь, друзья, просто бокальчиком и вот так вот. Пластмассовой ложечкой. И вот так вот с массовой ложечкой. И всё в наш прессе. Так продолжаем. В общем, отделяем сусло от мязги. Всё сливаем в бутыль. Да, тёрное получилось. Насыщенное. Вот прям, чтобы вам видно было. Так. Отлично. А это всё вываливаю в пресс. У кого нет, как я сказал, можете просто в марлю. Вот я таким прессиком всё это отжимаю. Конечно, мне гораздо проще, как производительный. Так что марлю так не отожмёшь. Вот. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Смотрите продолжение в следующей серии. Все, вот последнее. Я уже отжимать через пресс не буду. Тут остались одни семечки. Итак, мы получили две бутыли вина. Еще на стадии получения сусла можно регулировать крепкость и тип будущего вина. Для этого нужно измерить общий сахар и решить, нужно ли нам добавлять сахар еще или нет. В средней полосе у нас сахаристость сусла редко превышает 19-20%, что в конечном итоге дает 10-11 градусов процентов крепкости. Для хранения вина это недостаточная крепкость. И для того, чтобы получить ожидаемый продукт, а нам известно, что 1% сахара в сусле дает в среднем 0,6% спирта, Вот чтобы получить хорошее вино крепкостью 14%, нам нужно 28-процентную сахаристость нашего сусла. То есть, значит, 280 грамм сахара на литр сока. Сахаристость моего сока была 23%. Это значит 230 грамм на литр. Вот что мы делаем. 280 грамм, отнимаем 230 грамм. И нам не хватает всего 50 грамм сахара на литр вина. Это 500 грамм, полкило на 10-литровую бутыль. В описании под видео я подробно все опишу, друзья. А мы продолжаем. Значит, на одну 10-литровую бутыль нужно добавить 500 грамм сахара. И это сделать в 2-3 этапа в течение нескольких дней. Ну, там уже, друзья, когда первый раз добавили сахар сразу после того, как ставить на брожение, вот через 10 дней я добавил. Сейчас вот показываю вам, как. Ну, а дальше уже надо пробовать. Иначе просто можно получить слишком сладкое вино. И не хватит диких дрожжей, и вино остановится. Так что продолжаем, смотрим дальше. После отделения мезги, сусла от мезги, я сразу добавил в каждую бутыль по 200 грамм сахара. Вот сегодня, 1 октября, я проверил, у меня сахаристость осталась остаточной всего 5%. Ну, сейчас, получается, добавим еще 170 грамм. Ну, а дальше будем наблюдать. Следующее добавление уже будет после того, как вино будем снимать с осадка. Так что наблюдаем, ждем. У меня много видео есть на канале, как снимать с осадкой, как пластеризовать вино. Так что, друзья, смотрите, все у меня объедено в один плейлист изготовления вина. Ну, а вам желаю, чтобы у вас все получилось. Так что, смотрите, подписывайтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы. А всем пока-пока. Вот, как видите, на бутыле у меня старые надписи. Я постоянно пишу, сколько добавил сахара, какого числа поставил. Все, сейчас это я оторвал и наклеил новые бутылочки, эти этикетки. Вино поставлено 21 сентября. Так что, к Новому году будем пить наше прекрасное вино, угощать друзей, близких. Вам желаю успеха. Спасибо. Спасибо. Спасибо.